В прямом эфире телеканала Репортер Новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте! Сегодня ночью в Одесском СИЗО покончила с собой 28-летняя женщина, которую неделю назад задержали за убийство своей 4-месячной дочери. Она перерезала себе вены. Первой тревогу забила ее сокамерница, которая нашла женщину уже мертвой. Вона на верхнем ярусе спала, а на нижнем ярусе арештантка прокинулась от того, что кровь на ней начала капать. Вона схаменулась, побачила, что сележко в крови и вызвала, кинулась до этой арештантки. Побачила, что она без ознак жизни начала стукать, грюкать в двери, вызвать охорону. Охорона, когда уже прибегла, была поздно. Людина стекла кровью. Полиция рассматривает только версию самоубийства. Вероятность убийства отвергают. Говорят, что характер раны предполагаемой орудия свидетельствуют именно о самоубийстве. Женщина, которая, очевидно, имела проблемы с психикой, содержалась в СИЗО, а не в медучреждении, поскольку следователи ждали результатов врачебной экспертизы. Следующий колпотание подал про проведение свидетельствующей экспертизы почти в первый день после ее затримания. И адвокат так же. И суд его не понимал? Ну, эта экспертиза проводилась, но Криминальный официальный кодекс наголошен о том, что, пока нет результатов этой экспертизы, особа находится в СИЗО. Сейчас предмет, которым было совершено самоубийство, изъят, выясняются все обстоятельства происшествия. По этому факту уже открыто уголовное производство. Женщину по заявлению ее мужа задержали 12 октября за убийство собственного ребенка. Мать задушила подушкой свою четырехмесячную дочь. Что вы не делали конкретно? Апелляционный суд Одесской области решил, что Евгений Мефедов, которого арестовали 18 сентября в Черноморске, сразу же после оправдания находится в СИЗО незаконно. Однако такой же арест Сергея Долженкова суд оставил в силе. Свой вердикт Фемида вынесла, выслушав все стороны процесса и посмотрев видеоматериалы эпизода автопробега Одессы Николаев, в котором, по мнению обвинения, есть признаки сепаратизма. Судебные дебаты дались нелегко. Я прошу вас обратить внимание на отсутствие аргументированного и обоснованного подозрения в совершении данного преступления моим под защитой. Обратить внимание на отсутствие каких-либо рисков. Также непростым было рассмотрение дела Сергея Долженкова. Его защита настаивала на многочисленных процессуальных нарушениях и отсутствии обоснованных доказательств. Но окончательное решение коллеги удивило всех. Арест Евгения Мефедова отменяют, а Сергея Долженкова оставляют в силе. Я вам не могу сказать, почему апелляцию Долженкова не удовлетворили. Основания были одни и те же действия. Так суд посчитал. Я не могу расценивать решение суда, законно-незаконно в данном случае, на сегодняшний день. К большому сожалению. У меня нет предусмотренных законных способов обжаловать в Верховном суде это решение. Будем бороться дальше. Несмотря на такое решение, оба подозреваемых остаются в СИЗО. Ведь до сих пор в силе решения Киевского райсуда 13 октября арестовать Мефедова и Долженкова по новым обвинениям. Захват государственной власти, свержение конституционного строя и организация массовых беспорядков. Теперь защита готовится отменить и этот арест. Телесные повреждения, несколько рассечений, окровавленный пол и мебель. Так закончилась семейная ссора двух родных братьев в одной из квартир на Канатной 37. По горячим следам ситуации пыталась разобраться наша съемочная группа. Подробности в сюжете Юлиана Аксенова. К моменту нашего приезда у дома уже стояли две полицейские машины. Сотрудники выводили главного возрудителя вечернего спокойствия, старшего сына семьи Абрамян, для дачи пояснений в райотдел. В самой же квартире, шумной, как утверждают соседи семьи, следователи и эксперты неспешно изучали место происшествия. Именно в этой комнате произошла драка между братьями. Младший заступился за мать. В ход пошел тренажер-эспандер, который полиция приобщила к вещдокам. Это не первый раз. И вот этот тренажер, который лежит, он сфотографирует. Пожалуйста, снимите. Вот этим тренажером он постоянно как взял и начал все говорить, стройтесь, буду всех убивать. И ребенка в том числе, которого он ненавидит. И ее, кто она такая. И меня. А меня ударил, я упала и сломала руку. Я между скандалом с сыном старшим и мамой всунул, чтобы он ее не убил. Он мне взял вот этой штукой тренажером-эспандером, развалил мне голову. Ну, снять, показать. Снять, снять. А я хочу снять, потому что мне в еврейской отказали в медицинской помощи, потому что надо чихвостить. А у меня этого денег нету. Реально, я пешком оттуда пришел. Семья, мать, младший сын, его жена и ребенок в один голос говорят, что старший сын их просто ненавидит и постоянно провоцирует конфликты. Просила, пожалуйста, прими, сделай анализ на психушку. Иди в психушку, помогут тебе. Нет, мы не идем, я нормальный. И человек, который просто на ровном месте, начинает все громить, все бомбить, всех уничтожать. Конечно, когда он начал бить, младший защитил меня. Девятое, десятое ребро сломано было до этого. Вот шрама два, нанчаками развалил мне голову. Это нанчаками, видно, да? Вот, видите, шрам, зашивали голову, это нанчаками. А это девятое, десятое ребро с коленом меня уволил. У нас не получается наладить отношения. Он тупо говорит, идем драться. У него 10 лет тайбокса за спиной, 2-15 ростом. Может посреди улицы мне ударить, идем без свидетелей отвезти в сторону. Чем занимается их 35-летний родственник, в семье никто не знает. Но говорят, что одна из причин неадекватного поведения мужчины – требование купить ему отдельную квартиру, которую выполнить никто не в состоянии. В полиции сообщили, что по факту драки задержанных не было. Виновника доставили в райотдел для пояснений. Сейчас правоохранители дают правовую оценку случившемуся. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 173 со значком 2 кодекса об административных правонарушениях и привлечения к ответственности, а именно общественной работы от 30 до 40 часов или админарест. Родные уверены, что никакая разъяснительная работа, штраф и админарест не наладят взаимопонимание в семье. И опасаются, что следующим результатом ссоры может стать чья-то смерть. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». В Белгород-Днестровском районе правоохранители обнаружили рекордную партию марихуаны. Трое местных жителей выращивали растения с целью продажи зелья. Во время обыска полицейские изъяли 216 килограммов марихуаны и 100 кустов конопли. По оценкам черного рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет более 16 миллионов гривен. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных мероприятий было изъято больше 216 килограмм уже готовой к сбыту марихуаны. Также были изъяты средства связи, оружие, денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотических веществ. По этому факту начато уголовное производство за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков. За это преступление торговцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. В кинотеатре «Москва» демонтировали вывеску с одноименным названием. Как рассказал на своей странице в Фейсбуке директор кинотеатра Артем Вознюк, такое решение он принял по требованию представителей 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии «Арата» и «Рады громадской беспеки». Дабы не вспыхнул конфликт, руководство кинокомплекса посчитало, что вывеску лучше снять. Планируется ли изменить название кинотеатра, пока не сообщается. В Малиновском районном суде Одессы снова перенесли заседание по делу убийства боксера Лащенко. В очередной раз не явился переводчик. Коллегия судей отметила, что обращалась с официальным запросом в бюро переводов, но ответа не последовало. Прокурор заявил, что Гасанов понимает русский, ведь разговаривает на нем со своим адвокатом. Но по закону рассмотрение дела без переводчика будет прямым нарушением прав человека. Судом неодноразово направлялись ухвали щодо залучения перекладача, однако даже ответов нет. В связи с этим я заявила, кропотание про повторное направление ухвал, а мы с нашего боку уже будем принимать заходы реагирования щодо невыконания решения суду. Это эмоциональная сторона этого дела, она тоже имеет место, тем более потерпевшие, которые есть, которые страдают и будут страдать всю жизнь по поводу лишения очень важного родного человека в их жизни. Я считаю, что такое поведение стороны защиты, а именно затягивания процесса, именно они обязаны предоставить переводчика и обеспечить его явку в процесс. Я считаю, что это является недопустимым. Я считаю, что суд должен применить все меры, точно так же, как и прокурор, для того, чтобы наконец-то начало рассматриваться это дело и осуществляться правосудие. Коллегия судей приняла решение повторно обратиться в Бюро переводов, а также в посольство Азербайджана в Украине и в Министерство юстиции с целью обеспечения присутствия переводчика на дальнейших заседаниях. Напомню, в 2015 году чемпионы Европы по Муай-Тай застрелили в еврейской больнице. Подозреваемого Бабека Гасанова задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали в Украину. Пьяных водителей, как ни странно, становится все меньше. Во всяком случае, так утверждают участники общественного проекта «Питбуль», которые уже более года помогают полиции ловить нарушителей. Если год назад на выходных составляли более 30 протоколов на пьяных водителей, то сейчас эта цифра вдвое меньше, уверяют активисты. Однако проблема борьбы с нарушителями, по их словам, кроется в законодательстве. Человека поймали пьяным за рулем. Патрульные полиции составили на него необходимые материалы. Потом это дело разваливается в суде. Патрульная полиция не в состоянии оказать должное сопровождение судебным делам. Судебные дела передаются в суд. Дальнейшая их судьба, патрульную полицию, если волнует, то нам об этом неизвестно. Мы присутствуем на многих заседаниях по пьяным водителям по 130-й статье административного кодекса. И хотелось бы, конечно, чтобы юристы, патрульная полиция чаще присутствовали на таких заседаниях. Нами даже были пойманы, скажем так, люди, которые находились в состоянии наркотического опьянения, но полиция их просто отпускает, потому что нет инструкции, что с ними делать. Потому что пока он сдаст анализы, результаты придут через две недели, а завтра он пойдет сделать независимую экспертизу, и на этом все закончится. То есть человек будет оправдан. Также проблемой являются пьяные иностранцы за рулем. Они возвращаются на родину без прав, которые у них изъяли украинские полицейские. И с легкостью восстанавливают их, как потерянные. Украина не извещает другие страны о нарушениях своих граждан. Активисты призывают граждан участвовать в совместных с полицией патрулированиях и сообщать правоохранителям о выявленных нарушителях. Ежедневно более 10 авто участников проекта ищут нарушителей за рулем. В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о юридическом образовании. Его авторами стали три народных депутата – Сергей Кивалов, Виталий Курила и Александр Спиваковский. К слову, Сергей Кивалов обещал внести этот документ на рассмотрение парламента еще в тот момент, когда был зарегистрирован проект, вызвавший волну негодования среди юридического сообщества из-за ряда спорных положений. Альтернативный законопроект разделяет юридическую деятельность на два разных типа, что обуславливает различный порядок допуска выпускников юридических вузов и факультетов в зависимости от уровня высшего образования. В свою очередь, первый законопроект лишь определяют четыре юридические профессии, такие как судья, прокурор, адвокат и нотариус. Вопрос децентрализации и поддержки объединенных громад обсудили на первом форуме регионального развития «Южная мечта». Инициаторы мероприятия – Одесский, Николаевский и Херсонский центры развития местного самоуправления, а также оба администрации этих регионов. Цель дискуссии – новая местная политика, финансовая поддержка, стратегии развития и новые проекты общин. В этом году в Одесской области создано 14 новых объединенных территориальных громад. Сейчас наш регион находится на 11 месте в общем рейтинге. А вот по показателю количества таких объединений с численностью менее 5000 человек Одесская область занимает третью позицию. Главная задача – правильно подойти к процессу распределения финансов. У нас плюс 242 миллиона, это плюс 35 процентов, которые получили громады на местах. Важно теперь, то есть они получили огромный ресурс, важно теперь, как они его будут использовать, потому что некоторые громады должны четко понимать, что для них первоочередное. Они должны понимать, либо им нужно построить дорогу, либо обеспечить школу, либо провести капитальный ремонт в больнице, или там обеспечить какие-то ФАПы и медицинские фельдшерские пункты. В Одессе предлагают провести архитектурный конкурс на строительство нового здания областного архива. Инициировала проект Ассоциации архитекторов Одессы. О планах и амбициях недавно созданной организации в сюжете Александра Вейцмана. Ассоциацию архитекторов Одессы создали в апреле. Это платформа для обсуждения вопросов архитектуры, градостроительства и дизайна. Цель ее работы – сделать Одессу комфортным для проживания городом. Члены Ассоциации говорят, к созданию организации их подтолкнуло строительство высотных зданий в историческом центре города. Многие стройки, особенно строительство высотных зданий в центре нашего города, оно неминуемо портит структуру нашего города. То есть никто не учитывает, что плотность населения, которая обусловлена в нормативах, там 450 человек на гектар, превышается в 4 раза в некоторых местах. А это создает транспортный коллапс и так далее. И такие места мы раскрываем и показываем, где есть нарушения по детально планировочным и другим моментам. Также в ассоциации взяли на карандаш вопрос относительно будущего места и облика областного архива. Учитывая пожелания областной администрации превратить архив в образовательно-исследовательский комплекс, архитекторы предлагают последовать примеру Львова и Николаева и провести прозрачный конкурс на строительство нового масштабного здания. Приблизительный метраж, ну только архиву необходимо, ну так, чтобы он поместился комфортно, это где-то порядка 10 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания с учетом дополнительных функций, которые там предполагаются, это будет в районе 15-16 тысяч квадратов. Но главная мечта архитекторов – это увеличение парковых зон в Одессе. По их мнению, городу их катастрофически не хватает. Мы хотим предложить все-таки провести какой-то конкурс на публичное пространство в пределах города, потому что, ну вот кроме сейчас тех парков в районе Приморского бульвара, которые активно делаются, ну практически зон для отдыха, вот, ну тот же Стамбульский парк, очень яркий пример, что их не хватает. Его открыли и туда просто толпы пошли людей. Потому что нету таких пространств публичных, которые, ну, где люди могут отдыхать, проводить время, приводить детей. Все свои предложения Ассоциации архитекторов Одессы направляют муниципальным и областным властям. В надежде, что те прислушаются к их советам. Александр Вейсман, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Одессит Руслан Верин достиг старта своего нового путешествия. С семью самолетами он добирался из Одессы до Аляски. И уже завтра начнет свой велопробег через весь североамериканский континент до Мексики. Несмотря на снег и холод, Одессит собирается преодолеть на велосипеде более 7 тысяч километров. Канал «Репортер» – это я, Руслан Верин. Я таки добрался до точки своего старта. И сегодня даже немного проехал. Нахожусь я за полярным кругом в городе Пруто-Бэй, штат Аляска, Соединенные Штаты Америки. Красота, погода, конечно, замечательная. Я прилетел, в принципе, относительно нормально, только потеряли мой велосипед. Не потеряли, забыли погрузить уже в последнем самолете. Поэтому мне пришлось вот в этой гостинице задержаться, ждать свой велосипед. Он пришел на следующий же день. Я взял велосипед, пока его собрал, а это за поляре. Здесь утром темнеет, светлеет поздно, вечером, ну, пока еще нормально темнеет. Ну, и решил я выехать. Выехал сегодня, поднялась снежная буря. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.